На неделе в Баку прошел долгожданный аэрокосмический технологический фестиваль Технофест Азербайджан. В течение четырех дней на Приморском бульваре были продемонстрированы последние достижения технического развития, роботы, беспилотные летательные аппараты и другие современные технические средства, а в небе проходили различные авиашоу. Над Баку пролетели военные истребители вооруженных сил Азербайджана и Турции, вертолеты и дроны. Технофест проводится ежегодно, начиная с 2018 года, при поддержке Министерства промышленности и технологий Турции. В этом году фестиваль впервые организован не в Турции, а в Азербайджане. За четыре дня фестиваль посетили более 200 тысяч человек, включая туристов из 33 стран мира. Почетными гостями фестиваля стали Ильхам Алиев и Раджеп Таип Ардаган. Сегодня Технофест является очередной демонстрацией нашего единства, его проявлением. Технофест – праздник науки, развития, единства, технологий. Уверен, что молодежь, принимающая участие в Технофесте, навсегда запомнит этот исторический день. Представители турецкой и азербайджанской молодежи, несколько дней находившиеся вместе, уже сблизились как одна семья, узнали друг друга. Уверен, что они и дальше всегда будут вместе. Под лозунгом «Одна нация, два государства, один фестиваль» мы проводим в «Жемчужине Каспия» Баку самый престижный в мире авиакосмический и технологический фестиваль Технофест. Большое внимание на Технофесте уделили стартапам. К этому событию молодые ученые готовились полгода, когда и было объявлено о проведении престижного фестиваля Баку. Так, в финал фестиваля прошли 50 стартапов, из них 15 зарубежных и 35 азербайджанских проекта. Это важная платформа для демонстрации и развития способностей, таланта азербайджанской молодежи. Вы, молодые люди, отличившиеся своими работами в соревнованиях Технофест, в будущем станете учеными, производящими и развивающими беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект, цифровые технологии. Среди посетителей фестиваля большой интерес вызывала военная техника, выставка беспилотных летательных аппаратов и симуляторы, когда можно оказаться за штурвалом военного истребителя. Во время фестиваля президент Азербайджана и Турции оставили свои подписи на высотном дальнем беспилотном летательном аппарате «Байрактар Акинчи». Сегодня я также хочу сердечно поприветствовать Сельчука Байрактара. Сельчук Бей не только является организатором и инициатором Технофест, Сельчук Бей и семья Байрактар очень известны в мире. Сегодня во всем мире известна роль знаменитых БПЛА Байрактар во Второй Карабахской войне. Эрдоган отметил, что Турция и в дальнейшем будет проводить подобные фестивали совместно с Азербайджаном. Азербайджан и Турция будут наращивать национальное наступление в сфере технологий, сказал Эрдоган. Благодаря такому фестивалю Азербайджан стал на современные технологические рельсы. Возможно, уже в скором будущем Азербайджан станет не покупателем, а продавцом технологий. Это придаст стране новый виток развития и привлечет дополнительные средства в экономику Азербайджана.